всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в мир юрского периода так заберем награды купить билеты на розыгрыш призов откройте набор карточек это мы все сделали так сделка баксы на метриаринха я не хочу менять баксы на скелле спинозавра тоже не будем дайте что-нибудь попроще так пирораптора поменять на днк такое себе предложение а вот это а вот это пожалуй показатель всей команды на 10 процентов повышается на 6 карточек на 11 днк что-то это как-то грабеж пом как по мне ладно давай вот здесь вы выбираем ну можно он галимим есть у нас и ритатор пахицефалозавр пастазух раджазавр он арамфоринга на баксы вот так вот сделаем обмен все сделку сделали использовать ускорение так потратить еду собрать моды давай-ка моды соберем за за деньги поехали так на этот раз дельта нам будет выдавать и и дает нам кровожадность влечет урон на 15 процентов второе что она нам выдаст это будет слабость ну и последнее конечно же будем запускать на редком паки на редком моде точнее и выпадает нам вмешается отключает мод вражеского существа ну что ребята здесь тоже завершение надо будет разобраться с ускорениями так хавчик потратить еду вот с этим наверно больше проблем хотя подожди к секундочку мы же вроде да у нас тут индоминус готов поместить кстати вот его можно как раз и покормить вот и все ничто там клетку просто взял чуть не порвал там так это был только индоминус и у нас еще здесь есть давай заберем всех форракос так значок собрат получается что это у нас новый набыл из каназойки это новый у нас из каназойки вот он кстати вот уже может быть да что ты делаешь то его можно тоже немножечко прокачать все смотри охотиться об все и нету мышки захомячил он ее ну что продолжаем открывать наших динозавров кстати значок у нас собрат давайте мы его заберем ага и новая голограмма у нас кстати открывается можно прямо сейчас поменять это у нас вот не 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 так обновить ну зачем мне анкилозавр то ёк макарёк вы чё делаете ты вот я хочу кого на стегозавра совсем другое дело так ну что у нас тут события только для вип что-то не туда мы поставили на что скрывается внизу и испытать свои силы и все что ли два события пока друзья сегодня у нас доступно ну что ж попробуем сейчас их пройти их те стегу тоже надо будет забрать и последний это перезина перезинозавр по моему так точно его кстати тоже можно прокачать до 10 уровня и соответственно потом можно будет из них сделать двадцатку то есть эволюцию ну вроде бы здесь пока все пойдем на события что скрывается внизу плезиозух мигар хилбон и туса тэлтис ничего себе так против плезиозуха можно отправить даже не то что можно а нужно скорее всего отправлять телозавра или подожди нет возьмем наверное мы вот так вот артокантуса против мигар хиллона кого взять то против него аромалиозавра взять ну давай возьмем аромалиозавра и против туса тэлтиса мы возьмем телозавра наверно вот здесь давай попробуем такой вот командой на забомбить и будем надеяться что у нас получится без потерь так артокантус я наверно буду все таки брать пока дополнительные очки а он атакует блин 300 я не знаю даже если поменяться сколько у нас давай на на поменяемся и ударим хорошо мы его вырубили так мигар хиллон ничего себе акулка да 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 тут понятно у меня ушатал так ну а мы по моему тоже очень сушатаем 1600 на тебе а вот тут у этого преимущество перед нами блин вам самое обидно что у нас здесь мало хотя ты знаешь должно хватить и вырубая его ну что это была только лишь первая победа еще две впереди давай смотреть что нам тут подложат платозавр генодус и хайнозавр ну здесь против платозавра можно было бы наверное взять кранозавра но можно взять генодуса блин у нас банана гномиуса которого можно было бы тоже короче прокачать я даже не знаю я немножечко сомневаюсь или взять аромалиозавра давай возьмем его против генодуса нам надо брать гигантского артакона а против хайнозавра нам блин ну неужели кранозавра братья эх выбор невелик но я припарюсь конечно потом бомбить ладно возьмем его поехали так у нас тут офигенное преимущество если честно именно классовая ну вот сейчас посмотрим что будет здесь я так и думал меняется на генодуса на генодус он поменялся если мы сделаем вот так блин или бомбануть его давай атакуем попробуем все таки все таки он взял одну защиту да меняется на хайнозавра я сделаю вот так ну что же посмотрю я сейчас чтобы делать мой ход то есть он не стал атаковать раз два три четыре и вот так сделаем до свидания выползает платозавр шесть очков действий он сейчас все как раз сольет а вот откуда он знал что у меня вот все почитал да одну очку действий он оставил себе на запас но в принципе мне кажется это бесполезно уничтожаем платозавра ну вот и генодус пять очков действий как ты видишь него есть мне кажется он потратит а он все сливает ну это хорошо ребят потому что гигантский артак он уничтожает его давай родной вылупляй вообще без проблем ну что второй поединок мы тоже отыграли неплохо остается последний и здесь у нас ё-моё леоплевродон тусаты вутис и ромалезавр блин артак он дорого наверно да 96 ладно возьмем его тут можно взять в принципе хайнозавра но и генодуса вот такая у нас получается команда ну что я наверно бомбану сразу же будет ему уроком естественно побежал меняться пошел меняться так я наверно сделаю вот таким вот образом не стал ходить интересно я попробую все слить да он все очки действия перекинул вот сюда их 5 3 оставил на запас да получается ну что тогда я полностью сливаю все и выползает ромалезавр ну поверь мне даже несмотря на то что у него 5 очков действий . чем-то стороны жизнь Папа уже что вот то нет нет Так, что у нас тут? Ого, ДНК, баксы, еда и мою альзавру. И плюс 325 очков доверий. Совсем чуть-чуть осталось. Открыт у нас динозаврик. Ну что, давай посмотрим, что у нас там за второе событие. А это у нас... Испитай свои силы. Это, по-моему, самое простенькое, что могли бы нам здесь дать. Ну что же, будем испытывать свои силы, а что? Ну, где-то 10 уровень это у нас. Вот. Начнем с Тодзи. Поехали. Берем доп, очки. А если так? Все, ребята, он потерял преимущество. Он взял две защиты. Сейчас можно его спокойненько уничтожать. До свидания. Первый поединок и самый легкий был. Так, двигаемся дальше. Еще четыре впереди. Так, зачем я это сделал? Для того, чтобы... Откатить-то я не могу. Жаль. Тогда берем с тобой... Джинго Риптера. Не будем там брать всяких там здоровых, да? Динозавров. Будем обычными справляться. Оу. Он решил атаковать. Он решил атаковать. Ну да, я тоже рискну. Я так и думал. Я так и думал. Ну все, ребят, нам кранты уничтожит. Две атаки сделает. Да. Купился на провокацию. Я не думал, что он возьмет, конечно, защиту одну. Думал, он все-таки все в очки действий сольет. Но... Видишь, да? В чем была ошибка у меня? Такс. Ну что, давай тогда... Галимим. Куда-то музыка исчезла. И вот интересно, что он тут... А, все, ребят. Преимущество потерял, потому что он поставил две защиты. Конечно же, сейчас мы его пробьем. Тут уже ничего ему не поможет. К сожалению. Все. Отдыхает парень. Это был у нас только второй поединок, получается, да? Ну да. Еще три впереди. Суперзавр. Погнали. Ага, тут ходит первый Орн. Что-то музыка куда-то убегает от нас. Ладно. Сделаем трек. Опять, ребята, он потерял преимущество. Он взял одну защиту. Такс. Если нам нужно попасть по нему... Да дофига нам нужно попасть. Вот как он делает. Четыре очка действия. Ну все. Все, ребята. Он раскрылся, как сказать. Потерял свое преимущество. И мы его сейчас добиваем. Это был третий поединок. Еще два остаются впереди. Ну и с такими темпами пойдем, конечно, быстренько справимся. Так. Микропозавр. Ну что, давай попробуем им подраться. Будет бомбить или все-таки пропустит ход? Атакует. Все-таки он стал меня атаковать. Окей. Чисто проверка. Если он, конечно, сейчас бомбанет все три атаки, нам кранты. Слушай, по-моему, опять же у нас здесь победа идет. Поехали, проверим. Да. Расписали. И последний поединок. Ну, например, возьмем диплотатора. Давай, атакуй двумя атаками меня, пожалуйста. Нет, одной. Все-таки одной, да, меня пробил. Ладно. Проверим нашу старую тактику. Одну защиту, две. На бонусы. Упс. Упс. Этот фокус здесь не прокатил. К сожалению. Давай-ка еще разочек попробуем. Я должен здесь его добить. Так, теперь попробуем немножко другую комбинацию. Ага. Вообще не стал ходить. Ну, давай, сливай. В тот раз он бомбанул. Да. Он повторяется. Ну, все, тогда ему. Крышка. Он сыграл ровно так же, как в прошлой битве. Сделал три атаки. Соответственно, я взял защиту. Колесо призов. И что нам тут выпадет? 125 ДНК. Мало, конечно. Очень мало. Так, ребят. Ну, в событиях, как ты понимаешь, мы прошли все. На випке ничего мы не можем здесь сделать. Нам нужно доделать тогда ежедневки. А именно. ПВПшку и Кайнезойку нужно сыграть. Так, он, отправляйся. Кайнезойская эра. Ну, давай, поехали. Раз, два, три. Паноктус, мамонт. Блин, как же мне их прокачать-то тоже? Прикинь, до 40 уровня их качать. Это же где столько нужно будет карточек получить? В каких событиях, чтобы можно было бы их тут круто прокачивать? О-о-о. Вот это ты попал, парень. В немилость. Сразу уничтожаем. Шикарно. Элэс Матери выползает. Ну и что ты сделаешь, а? Хонорик. Будешь пропускать ход? Меняется. Ну да. То есть у нас получается уртинаториум как бы самый, да? Мощный против него. Твою лево. На свой страх и риск пошел я. Если он сейчас две атаки сделает нам, ну, блин. Пожадничал я, как всегда пожадничал. Ну и как вот мне его сейчас бомбить? Вот объясни мне. Вот этого. 36 уровня. Совсем что ли брехнулись? Тут бесполезно его вообще уничтожать. Оу. Паноктус. Ну ты меня порадовал. Так. Элэс Матери. Так, ну что, мы возьмем мамонт, наверное, и забомбим этого элэс Матери. Вот так я сделаю для начала. Надо побольше взять очков действий, чтобы хватило. Ну давай ты что-то там своим рогом бьешь. Ну вот, а теперь делаем таким вот образом. И пробиваем. Обалденно. Все. Готов, хлопчик. Так, ну что, одну каназовскую битву мы прошли. Нам еще теперь остается сколько? Две пвпшки, да? Сделать. Приз любители. Да, денежку, но очень мало. Так, еще разочек крутанем. Приз любители. 75 ДНК. Так, ну можно, в принципе, попробовать еще одну битву. Там вроде бы есть с кем играть, да? Гастурнист. Носорог. Ну и, например, эремотерий. Ну давайте быстрее кого-нибудь там. Блин, опять начинается сумчатый лев, гигантский олень. Короче, понятно все. Блин, у него все ледники. Ё-ка, макарек. То есть, гастурница у меня здесь просто отдупляется. Ну что ты там стоишь? О, атакует. Я даже не знаю. Ну, наверное, сделаем вот так вот. Потом гигантский олень. Департадон еще был. Так, ну что, этого можно, в принципе, ушатывать. Раз, два. Так, гигантский олень. У него атака, по-моему, будет... А, слабее. У него атака будет слабее. Ну что ж, хорошо. Так, два очка здесь он за собой сохранил, получается, да? Два очка действия он сохранил. Значит, делаем следующим образом. Раз, два, три. Блин, четыре, я не знаю, ребят. Все, вырубаем. Шикарно. И департадон остается. 115 к атаке. 737 хп. Три очка действия он должен потратить. Три атака, точнее. Два оставляет при себе, да? Получается. У нас сколько атака идет? 227. Я знаешь, что сейчас сделаю? Смотри внимательно. Я буду делать хитро. Я накоплю сейчас себе очень-очень много очков действий. И просто распишу этого департадона. Ну, понятно, гастор не тут распластался. Вот носорог, я надеюсь, меня не подведет. 8 к атаке. Поехали. Ух, просто мясо моего. На. Я думал, что он сейчас опять лебнет, но нет. На этот раз он именно своим рогом его побил. Отлично. Так, это уже приз умельца. Нам выпадает немножечко еды. Еще раз закрутанем. И 16700. Монет мы забираем. Ну что, нам нужно еще, помню, да? Одну битву сделать. Насколько я помню. Да, последнюю. Ну что же, поехали. Пвп. Нам, кстати, можно сделать, знаешь что? Кайная зойка против наземных. И выбрать, например, вот так. Это еще моды, правда. Так, ну здесь можно взять, например, альфа. Здесь вмешательство. И общая слабость. Давай посмотрим, сможем ли мы здесь справиться. Сейчас, как всегда, здесь подставит тот, кто будет мощнее моего птеродактиля, а именно какого-нибудь травоядника. Нет, он взял топиелозавра тут. Ну, в принципе, нормально должно быть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ничего себе, закалку тут. Блин, а что тут сделать-то можно? А, он первый, да, ходит? Ну что, наверное, возьму я против топиелозавра. Вот так вот. Общая слабость. Давай посмотрим, что он будет делать. Ну, сейчас побежит меняться, скорее всего. Так и есть. Астапозавр. Ну, против этого парня мы... Ох ты, он ещё и токсином бомбанул. Прикинь. И это на всех распределяется. Так, ну что, выходи. Блин, я вот не помню сколько. Ладно, возьмём две атаки. Окей. Бомбанули. Ну что, топиелозавр опять же уползает здесь. Блин, он сейчас мне ушатает. Петеродактиль, к сожалению. Да. Ну что, Роджостега, ты готов? Уничтожим или нет? Блин, а вот с... С этим-то как? С крутозавром быть? Да фигу твои вмешательства. Оно нам здесь не поможет. Не, ребят, мы не выиграем здесь. Фига себе. Пять очков действий. Тысяча семьсот девяносто девять к атаке. У меня... У... Диплодока... Здоровья там вообще нету. Ой, Диплодок, Анкелодок. Ё-моё, Диплодок. Вряд ли. Не получится. Скорее всего, он защиту... Да, ребят, он всё в защиту впустил. Ну и всё. Одно так вот сделает и нам... Кранты. Нет у нас нормальных модов. Нафиг я взял вот это вот... Вмешательство, я не понимаю. От него толку здесь никакого нет вообще. А он моды себе поставил, поверь мне. Не какие-то там редкие. Там эпические, по-моему, у него были. Так, ну что, друзья, забираем награды наши. Деньги, еда, баксы. Опять же, хавчик. Здесь, кстати, надо поставить кого-то выводиться. Есть хоть кто-нибудь у нас? А у нас только лишь Ихтистега и Скафагнат. Ну, пускай тогда они здесь и стоят. Скафагнат два дня с лишним выводится. Чё так долго-то? Вот так вот. Ну, а здесь у нас Кадна Раптор. Так, события у нас обновятся через, сколько там, 5 часов 13 минут. В принципе, вечером можно будет даже ещё одну серию замутить. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»!